Мы сегодня будем говорить о Турции. Начали чуть раньше, не обещаю, что закончим чуть раньше, потому что тема очень такая масштабная. Страна номер один у россиян, у украинцев, у казахстанцев, а мы сегодня видим, что у нас довольно много, которые присутствуют на нашем вебинаре, мы изначально планировали говорить в большей степени о гражданстве. И по большому счету мы сегодня программе гражданства уделим особое значительное время, но тема, собственно, почему о программе гражданства, потому что действительно в последнее время информации очень много о том, что она несколько изменилась, изменились правила, изменились условия. С одной стороны это так, да, действительно сейчас кое-что делается по-другому. С другой стороны это уже такой, забегая вперед, немножечко скажу, приоткрою завесу, все-таки эти изменения нельзя считать столь глобальными, чтобы они как-то меняли программу в целом и вообще меняли к ней отношения. Поэтому мы просто этого коснемся, но сразу скажу, ничего страшного в общем в этом смысле не произошло. Параллельно сегодня будем представлять много интересных проектов в разных частях Турции, но начнем все-таки с описания рынка. Поговорим о том, что, собственно, происходит сейчас на турецком рынке. Ольга, ну и с Ольгой Катричей, это директор департамента международных проектов компании Intermark Real Estate. У нас сегодня были два эксперта, чуть позже к нам присоединиться Галина Титова, менеджер департамента международных проектов Intermark Real Estate. Но вот, Ольга, мы с вами говорили, по-моему, в декабре, да, встречались? Да. В декабре встречались, и вы тогда уже говорили, что Турция, подтверждали, что Турция наше все, и что спрос очень велик. Несколько слов буквально об этом. Вот действительно ли люди сейчас, покупатели, продавцы, с учетом того, что действительно какие-то изменения все-таки происходят, что происходит на рынке, скажем так? А, Филипп, еще раз спасибо за приглашение. Позвольте мне буквально пару слов сказать о нашей компании, если, да, нас еще кто-то не знает, компания Intermark Real Estate. Знают, но тем не менее, давайте. Знают, да, ну буквально в двух словах, да, мы один из крупнейших игроков на рынке зарубежной недвижимости, на рынке миграционных услуг в России. Наша компания существует уже более 25 лет, начинали мы с московской и потом международной недвижимости, и, безусловно, за последние два года сосредоточили свое внимание на миграционных программах, и это, собственно говоря, стало основным нашим вот таким клиентским пулом. Это люди, которые задумываются о релокации, о создании себе какого-то запасного аэродрома, вот, и мы помогаем с этим по всем программам, которые в настоящий момент доступны для россиян, да, к сожалению, их остается все меньше. Но, тем не менее, вот, если мы говорим про Турцию, это действительно программа, которая находится в топе, начиная с марта прошлого года, спрос практически не ослабевал. Говоря про спрос на недвижимость в Турции, я всегда люблю подчеркивать, что этот спрос аформируют не только российские покупатели. Да, если мы себе представим Стамбул, это более чем 20-ти миллионный город, и сколько бы нас не было, даже если у нас будет, наверное, даже 100 тысяч россиян, да, купят недвижимость в Стамбуле, просто если мы посмотрим в целом, да, вот на масштаб города и на количество наших сограждан, да, кто там что-то покупает, да, или что-то рассматривает для себя, ну, это не могло оказать такого существенного влияния на глобальный рост цен во всем городе и вообще во всей Турции. Конечно, скорее, такой интерес активный, он подстегнул, наверное, правительство к тому, чтобы изменить порог входа с 250 тысяч долларов до 400 тысяч долларов. И вот это, безусловно, было спровоцировано ажиотажным спросом наших сограждан на получение турецкого гражданства. Но если мы говорим в целом о росте цен на недвижимость в Турции, в основном в Стамбуле, то это, безусловно, не тот основной фактор, который на это повлиял. Друзья, я с удовольствием представляю еще нашего эксперта, Галина Титова. Присоединилась к нам, менеджер Департамента международных проектов. Да, друзья, вопросы уже можно задавать, постараемся ответить на все в рамках сегодняшнего нашего общения. Но продолжая разговор, который мы начали именно о тенденциях, все-таки для подавляющего большинства россиян, я могу ошибаться, но по нашей статистике так, все-таки основное преимущество Турции это возможность получения вида на жительство или гражданство. С середины прошлого года изменилась ситуация с выдачей ВНЖ. Кто не знает, хотя я думаю практически все знают, ВНЖ выдают сейчас не во всех районах. С гражданством таких ограничений нет. Как это, Галина, Ольга, не знаю кто из вас ответит, сказалось на динамике. Сказалось на, вот говорят, что уже вот те районы, которые не закрытые, что называется, там цены уже начали снижаться. История, ну спрос начал снижаться, цены стали, по крайней мере, не расти. Галя, а можно прокомментировать? Да, я могу прокомментировать. Конечно, в большинстве своем люди заинтересованы в получении вида на жительство, соответственно, мы предлагаем проекты в открытых районах для получения вида на жительство. И так как большой спрос на такие районы, соответственно, застройщик повышает цены. Это первое. Что касается районов закрытых для ВНЖ, действительно, там цены, они не стали, не начали падать, но они немного остановились. Либо идет небольшой рост. Потому что в таких районах люди, например, берут для инвестирования и для получения гражданства также, потому что гражданство можно получить в любом районе, в любом регионе Турции, независимо от того, там закрыт он или нет. Ну, давайте, как мы, наверное, поступим. Можем сейчас все-таки некоторое время уделить программе гражданства, коли мы заявляли ее как главную тему. Ну, и по тенденциям мы так или иначе все равно сегодня будем говорить, потому что все, вся наша дискуссия, это, по сути, общение через тенденции к возможностям покупки. Ну, вот, кстати, сразу первый вопрос. Давайте вот раз уж с вопроса, раз сегодня все немножечко не с того конца начали, но ничего. Можно ли оформить сделку и получить гражданство дистанционно? Галина, наверное, к вам, да, тогда. Да, прочитала вопрос, интересный вопрос, что касается оформления гражданства дистанционно. Раньше это возможно было, ну, особенно в пандемию, да, проходили сделки дистанционно, и дистанционно можно податься на гражданство было. Сейчас необходимо личное присутствие. Вот это первый. Потом второе, что касается криптовалюты, действительно, часть сделок можно проводить посредством криптовалюты, часть застройщиков принимает. Это, то есть, ничего такого сложного в этом нет. И как можно поступить в этой ситуации? Сначала покупка недвижимости идет, потом купили, потом получили свидетельство о собственности, и к этому моменту вам уже в любом случае надо будет приехать в Турцию и получить свидетельство о собственности, сделать доверенность на адвоката и с адвокатом податься на гражданство. Давайте тогда еще просто несколько именно вопросов, связанных с процедурой. Насколько сейчас долго оформляется гражданство? Я не могу ошибаться, по-моему, у нас даже слайд по этому поводу был. Я сейчас... Филипп, там слайд, да, он где-то находится в середине презентации. Я хочу добавить, что на самом деле сделку купли-продажи в Турции можно легко провести дистанционно. Да, то есть есть возможность, конечно, намного проще сделать это, приехать в Турцию, да, но в принципе можно дистанционно. Там момент вот этой сложности с дистанционным оформлением, что необходимо оформлять определенные доверенности, и российские нотариусы эти доверенности не оформляют, а, соответственно, доверенность можно оформить в консульстве Турции, и это, в общем, вызывает определенные... Это трудности временного характера, финансового, в первую очередь? Нет, 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 именно вот запись в консульстве Турции... Это время, да? Это время, да, это время. Вот, это время, да, а так, в принципе, можно и все оформить дистанционно. И вот в марте-апреле у нас было много примеров таких сделок, когда люди выезжали в Стамбул уже фактически на момент подачи документов на вид на жительство. Так, давайте смотрим, я тогда перелесну. О, вот все-таки вот на этом слайде я хотел бы остановиться, поскольку мы проговаривали его. Да, да, да. Это такой философский вопрос, и почему мы его касаемся в том числе и в приложении к гражданству, да, потому что, ну, не секрет, что очень часто во многих странах, когда есть какая-то определенная отметка, ну, при покупке за определенную цену ты получаешь какой-то бонус, очень многие объекты ценового начинают подтягивать к этой отметке, и они... То есть то, что стоило, условно говоря, 300, сейчас стоит в Турции 400, просто потому что, аллилуйя, ты получаешь гражданство. Ваши ощущения, все-таки прогноз Intermark Real Estate по поводу перспектив ценовых? Ну, если мы вернемся вот к этому слайду, да, который, да, вы выделили, да, то тут я хочу остановиться вот на четырех таких моментах. И еще раз хочу подчеркнуть, что не только россияне являются драйверами на этом рынке. Вообще инвестиции в турецкую экономику, они очень сейчас активно идут из стран Ближнего Востока, из Блионахарабских Эмиратов, из Катара, налаживаются очень тесные экономические связи, и много проектов финансирует Ближний Восток, поэтому здесь не... Я говорю, наше участие в росте цен на турецкую недвижимость не является основополагающим, да. Что касается подтягивания стоимости квартир до 400 тысяч, ну, скорее даже это, наверное, мы наблюдали, когда вот изменился лимит 250 и 400 тысяч, да, были такие не очень, скажем так, добросовестные застройщики, которые те квартиры, которые стали там 250-300, сразу стали 400, вот. Но на самом деле рынок все равно все скорректировал, это немножко, ну, это выправилось. И дело в том, что застройщик, ну, может поставить, конечно, любую цену, но потом все равно существует независимая оценка стоимости квартиры. И если вы продаете за 400 тысяч квартиру, которая реально стоит 100, ну, просто никогда не получите реальную, да, цену. Вот, поэтому если говорить в целом вообще о каких тенденциях, да, которые влияют на рост 100 цен в Стамбуле, Стамбул – это огромный мегаполис, который все больше и больше привлекает в себя население локальное и международное население. Вообще сейчас есть такая теория, что экономика будущего, да, это экономика именно городов, это уже не страны, а это именно вот огромные мегаполисы, города такие, как, не знаю, там, Стамбул, да, Стамбул, например, не знаю, это же Нейро и так далее, да, такие крупные регламерации, да, которые привлекают к себе все больше и больше квалифицированную рабочую силу, неквалифицированную рабочую силу, да, там формируются технологические какие-то кластеры. Стамбул – огромный логистический кластер, прежде всего. Да, сейчас особенно это как раз… Да, и на этой ситуации зарабатывают все, не только турки и россияне, все больше и больше людей прибывает, и у турок все хорошо с рождаемостью, да, как было, так и осталось, то есть там нет никаких ограничений законодательных, да, на количество детей, как когда-то было в Китае, вот, и в целом динамика по демографии очень положительная. Окей. Переносимся опять к вопросам гражданства. Вопрос от Алены. Как можно оформить гражданство в закрытом районе? А на самом деле, Галина, на то, что к вам вопрос вообще, есть ли какая-то разница, ну, по ВНЖ, понятно, здесь можно, здесь нельзя, а по гражданству, вроде, если разницы никакой нет, процедура везде одинаковая или все-таки какие-то нюансы здесь есть? Гражданство можно получить любой регион Турции и любой район даже закрытый, потому что, да, сейчас закрыты 1700 районов по всей Турции, ну, а гражданство можно получить. То есть, как бы, и процедура по большому счету никак не отличается? Да, конечно. Окей. Хорошо. Во, смотрите, следующий вопрос. Только вот хочу свой задать, а тут и с презентацией немножечко поиграть. А тут следующий вопрос. Сколько времени необходимо заложить на покупку недвижимости и подачу заявления на гражданство при планировании поездки? То есть, вот, то, с чего вы начали, все равно появиться нужно. Сколько времени на это нужно заложить, примерно? Ну, во-первых, мы заранее готовим для клиента объекты, соответственно, отправляем WhatsApp там или на электронную почту, делаем Zoom-встречи, обсуждаем объекты, поэтому уже к моменту приезда у клиента есть четкое понимание, какой район он хочет смотреть и какие объекты. Дальше нам необходимо там 2-3 дня, да, с некоторыми спеваем за 1-2 дня, в зависимости от того, сколько у вас есть времени. Вот, и работаем по отработанной четкой схеме, то есть мы, например, встретили в аэропорту, помогли с открытием счета, показали объекты, 2-3 объекта, которые мы заранее уже обговорили. Дальше либо в этот день, либо вдруг, если объект понравился, да, вносим бронь, сделали вместе с клиентом доверенность на адвоката, чтобы он представлял интересы при получении, при подаче заявления на гражданство. И дальше уже клиент может спокойно уезжать к себе. И если нам потребуются еще какие-то документы и адвокату, например, то мы на связи и просто их досылаем. Поэтому 2-3 дня достаточно будет. При грамотной подготовке до этого момента, до поездки, нужно максимально подготовиться. То есть мы заранее, например, бронируем время у нотариуса, заранее бронируем время, когда мы подъедем в банк для открытия счета. Дальше в России также консультируем, через какой банк это лучше сделать, например, перевести денежные средства. Объекты у нас уже готовы, мы их согласовали. И застройщикам у нас уже есть определенные договоренности. Поэтому главное на первом этапе хорошо подготовиться, потом уже все идет достаточно просто. Поэтому 2-3 дня находиться достаточно. То есть 3 месяца по Турции не нужно ездить, тратить время. Хочу еще уточнить, что если мы говорим про открытие счета, то это является как бы нашей просто услугой для клиентов. Но на самом деле для покупки недвижимости, получения гражданства в Турции, нет необходимости изначально открывать счет. То есть это просто как мы делаем фейвор нашим клиентам. Дело в том, что это для многих тоже является одной из целей. И она может идти параллельно с покупкой, но открыть счет для многих еще в Турецком банке это просто насущная необходимость. Конечно. Вопрос был только в продолжении того, что вы сказали, позитивно оценили перспективы Стамбула, но соответствуют ли, вот вопрос в Италии, соответствуют ли сегодняшние цены на рынке фундаментальным параметрам, формирующим платежеспособный спрос? Заработная в Турции, ну понятно, что да, вот те районы, которые примечают иностранцы, турки там не особо могут покупать, ну как, конечно, какие кто-то может, но средний турок, нет, это дорого. И последние цифры, которые мы видели, по большому счету за год, допустим, в Алании, цены выросли в два раза в долларах, в лирах они выросли там без малого в три. Да, совершенно верно, если мы говорим о курортных районах, ну это совершенно разное, да, курортный район, это курортный район, там вообще немножко другое формирование спроса, да, и цены. Курортных районах, опять же, покупают не только россияне, сейчас очень много покупок европейцев, и сейчас очень хорошо сдавать эти квартиры в аренду европейцам, которые предпочитают перезимовать, да, в более теплых и комфортных условиях. И это прям вот такая тенденция была где-то уже осенью, когда начались все эти темы с резким повышением цены на газ электричества в Европе, то есть стремились покупатели европейские туда для того, чтобы, ну и, да, зимовать самим, и в том числе сдавать по выгодным ставкам эту недвижимость в аренду. Поэтому по районам, этим, пусть бы туристическим, это одна история, да. Если мы говорим про Стамбул, то, опять же, всегда есть такой феномен, что есть понятие заработной сплаты средней, такой официальный, да, я бы сравнила немножко этот рынок с рынком Москвы, где по России тоже официальная средняя заработная плата абсолютно не соответствовала ценам на московскую недвижимость, тем не менее ажиотажный спрос, ажиотажный рост цен на протяжении нескольких лет опровергал этот тезис о том, что это вещи, которые коррелируются между собой. Вот, поэтому еще раз повторю, что в Турции, я говорю, это спрос и локальный, и это очень большой международный спрос из-за того, что это огромный международный хат в народных городах. Вы считаете, что нынешняя цена, ну, условно, там, Стамбула, Алании, она, ну, с одной стороны, она, понятно, объяснима, а с другой стороны, она, в общем, и в дальнейшем, ну, это не есть пузырь, который обязательно лопнет, просто потому что, ну, фундаментальные экономические факторы не соответствуют реальным ценам сейчас. Ну, еще раз говорю, фундаментальные экономические факторы на вот районы курортные, да, они и так влияют именно, да, вот, экономико-политические, давайте так позовем. Вот, да, если говорить про Стамбул, конечно, очень многие сейчас говорят о том, какие вот будут результаты выбора Эрдогана, да, что там будет дальше происходить, не будет ли это пузырем, нам достаточно сложно, ну, это спрогнозировать, да, особенно в рамках, да, текущих политических вообще турбулентностей на всех международных рынках, вот, и все равно Стамбул, если мы сравним цены на квадратный метр, допустим, в Стамбуле и в других крупнейших, там, мировых столицах, а Стамбул все-таки имеет право претендовать на звание крупнейшей мировой столицы, то Стамбул по ценам, конечно, не дотягивает еще до европейских столиц, хотя по качеству нам много превосходит жилье в большинстве европейских стран, так уж, положа руку на сердце, вот, поэтому я, наверное, не готова давать какие-то там серьезнейшие экономические выкладки именно по фундаментальным параметрам, но в целом мы не считаем, что сейчас это уже раздутый пузырь, особенно на рынках Стамбула. Окей, и опять переносимся от Ольги передаю с насчетной палочкой Галине, ну, или, может быть, это тоже, скорее, Ольга, к вам вопрос, про открытие счета в банках, можно ли это сделать дистанционно, вообще, открытие счета и покупка недвижимости? Да, они не связаны, как вы сказали, жестко, то есть можно купить недвижимость без открытия счета, но поскольку для многих это важно, как это сейчас происходит, и вообще, если мы говорим про россиян, а россиян вообще открывают, не открывают. Галь, наверное, у тебя больше практического опыта с этим, чем у меня. По поводу открытия счета, раньше действительно была возможность открывать счет дистанционно, сейчас необходимо личное присутствие, поэтому обязательно нужно будет приехать, и заранее нужно сказать своему личному менеджеру, кто с вами работает, что я в такую-то дату приезжаю, потому что нужно забронировать время на это, потому что в Турции достаточно длительная процедура открытия счета и может занять около 5-6-7 часов, реально очень долго делается. Если мы заранее бронируем время, то тогда это занимает где-то 2-3 часа, поэтому действительно нужно подготовиться к этому. Окей. Ну, то есть человек приехал, вы его каким-то образом записываете в какой-то конкретный банк, это один банк какой-то или вы работаете с несколькими? Если вообще можно сказать, что с каким-то банком это легко, с каким-то сложно. Все зависит от предпочтений клиента, от его конечной цели, и, конечно, есть государственные банки, есть частные банки, поэтому мы уже под конкретную цель подбираем, то есть общаемся, то есть это все решаемо уже в личной беседе с клиентом. Понятно. Хорошо. Так, есть еще вопросы у нас и вот по ценам, и по, уже пошли конкретные вопросы, сколько стоит в Стамбуле трехкомнатная квартира. Виталий, ваш вопрос видел, обязательно тоже его задам. Давайте чуть дальше, все-таки мы сейчас пройдем, про гражданство за инвестиции. Несколько слов. Как основная заявленная тема наша сегодня, и те изменения, которые там произошли. Итак, ну вот я на этом слайде, наверное, останавливаться не буду, просто это базовые преимущества. Если есть, Ольга, Галина, буквально пару слов здесь сказать. В чем основные изменения? Ну, давайте я расскажу об основных преимуществах. Во-первых, гражданство Турции получается довольно-таки быстро по сравнению с гражданствами других стран, даже инвестиционными гражданствами, да. В среднем 6-8 месяцев с момента, как вы приняли решение о покупке недвижимости, до момента получения паспорта проходит. Раньше это, конечно, укладывалось в сроки там 2-3-4 месяца. Сейчас из-за большого количества заявок до сроки сдвинулись. Без визово невозможно въезжать в Европу по турецкому паспорту, но в турецкий паспорт при правильном формировании подтверждения своего присутствия в Стамбуле, да, можно также подать документы на европейскую визу и получить туристическую визу, европейский вид на жительство, вот, уже подаваясь в... Уже будучи гражданином Турции, да, как гражданин Турции? Да, уже как гражданин Турции, конечно, да. Уже можно получить визы и виды на жительство в Европе. 400 тысяч – это порог входа, да, он изменился с 250, но дело в том, что вообще были разговоры о том, что еще повысить вот этот порог входа, с 400 тысяч еще выше. Но пока такое решение не принято, и я не думаю, что в этом заинтересованы как покупатели, так и, собственно, государство Турции, потому что повышение порог входа до, допустим, значений, которые были ранее, да, это был миллион долларов, вот, и, да, возврат к этим значениям, ну, он просто... Именно этот рынок, да, вот получение гражданства, он просто остановит, и все, да, потому что гражданство Турции не ассоциируется у инвесторов, скажем так, с тем, чтобы инвестировать в это, да, там, миллион долларов, когда, в принципе, за миллион раньше можно было получить гражданство Мальты, россиянам. Вот, поэтому здесь остались вот на том же пороге входа 400 тысяч. Еще, в принципе, нету строгих ограничений, как можно использовать недвижимость, да, ее можно сдавать в аренду, в ней можно проживать самому. И еще наши клиенты, допустим, которые купили недвижимость где-то в марте, в апреле, вот, они уже увидели рост стоимости, иногда превышающий 50%, и если они покупали несколько объектов, а, допустим, не один, не только под гражданство, а еще, допустим, с инвестиционной целью, то у нас уже пошли продажи этих объектов, купленные весной, да, вот это уже фактически за год люди получили почти 50% дохода. Также успешно сдают квартиры в аренду. Но если вы хотите сохранить гражданство, и вами был приобретен только один объект, то необходимо, чтобы он у вас оставался в собственности в течение трех лет. Окей. Давайте теперь перейдем вот к этому слайду, тем более, что тоже частично вопросы уже с этим связаны, основные условия для инвестора, да, и тут, пожалуйста, по возможности уже будем оперировать и вот теми изменениями есть они, нет их, вот которые произошли в последнее время. Вот я думаю, что тем, кому будет интересовать эту презентацию уже в деталях, он может просто обратиться к вам в Intermark Real Estate, я думаю, контакты сейчас опубликуйте в чате, и чтобы обратиться, если кому-то нужна будет уже презентация в деталях, а пока вопрос по основным правилам и по тем изменениям, которые сейчас есть в последнее время. Галина, Ольга. Ну, давайте, да, юридическую, да, тему тоже охвачу я. Смотрите, значит, что осталось, что изменилось. Ну, 400 тысяч долларов, да, как было, так и осталось. Это изменение было введено летом прошлого года, зимой это ничего не поменялось, 400 тысяч также осталось. И еще раз уточню, что это именно кадастровая оценка того объекта недвижимости, который вы покупаете, потому что это именно к программе гражданства привязана именно кадастровая оценка квартиры. Значит, вот какое было существенное изменение, что невозможно купить один дорогой объект, например, на несколько собственников и на каждую из этого собственника оформить гражданство. То есть один объект, один паспорт. Да, если раньше... Если, говоря, объект за миллион, теперь двум собственникам, ну, двум главам семейств, скажем, не открывает дорогу. Да, да, то есть вы можете оформить, да, там, как угодно свидетельство, да, ну, доли, да, распределить, но если вы подаетесь на гражданство, это в собственности у вас должен быть один объект, не важно, сколько он стоит, не меньше 400 тысяч. Вот, один и тот же объект нельзя перепродать следующему желающему получить гражданство. И, наверное, самое, что такое интересное, что взволновало и взбудоражило наших покупателей и тех, кто подавался на гражданство, это, возможно, приобрести несколько объектов для того, чтобы получить один паспорт. Ну, такая возможность сохранилась или нет? Потому что тут про это очень важно, говорят. Да, такая возможность сохранилась. И немножко изменились статусы объектов, которые можно собрать в один пул, так скажем. То есть существует два типа приобретения недвижимости в Турции. Это приобретение по инвестиционному контракту, когда еще не оформлено, так называемое, ТАПУ, да, вот свидетельство собственности, и приобретение уже по оформленному ТАПУ. В том случае, если приобретается недвижимость по инвестиционному контракту, то это фактически должен быть один контракт. То есть, чтобы это был один контракт, то это необходимо выбрать объекты в одном и том же проекте одного и того же застройщика, иначе вы просто не получите один нотариальный контракт. Да, вот как раз, значит, иными словами, но речь идет именно о проектах, которые еще не имеют ТАПУ. Да, да, а те, которые имеют ТАПУ, это могут быть разные проекты недвижимости, да, там от разных застройщиков. В продолжении этого вопроса все-таки, вот можно ли оформить гражданство на строящееся жилье? Получается, Галина, ответ да, но давайте несколько слов об этом. Вот что для этого нужно технически, как это происходит, когда проект еще только строится? Есть ли тут какие-то нюансы? Что касается строящегося объекта, действительно на них можно оформить гражданство, но так как объект еще не достроен, соответственно, ТАПУ будет так называемым обременением. То есть фактически, если с турецкого на русский переводить, то есть ТАПУ будет выдано на участок, на объект земельный участок, который разделен на квартиры, которые находятся в процессе строительства. Если найти русский эквивалент вот этому, то это будет ТАПУ с обременением. Дальше, когда уже объект достроится, ТАПУ переходит в нормальный статус, то есть это будет ТАПУ, то есть свидетельство о собственности на квартиру, и таким образом вот это обременение будет снято. Вот это что касается получения гражданства на строящиеся объекты. И, да, должно быть 400 тысяч, конечно же. То есть уже все-таки такой еще вопрос. Вот есть объект, там, ну, смотрим, на стадии котлована, есть объект, который уже почти достроен, есть объект, который еще даже на площадку никто не вышел, а проект уже заявлен. Вот в какой момент вы уже можете получить это обременение, ТАПУ с обременением? Ну, не мы конкретно, а мы находимся в тесном диалоге с застройщиком, и когда мы обращаемся к нему, мы говорим, нам нужна квартира под гражданство, и то есть нам подберут объекты, у которых уже есть ТАПУ, и которые подходят для получения гражданства, потому что есть строящиеся объекты, у которых нет ТАПУ, хотя, может быть, там уже 9 этажей построено, но ТАПУ еще не выдано. То есть еще раз подчеркну, существует возможность, это невозможно, это просто факт, что строящийся объект с юнитами по 400 тысяч плюс под гражданство в момент неподходящий, то есть ты покупаешь, но на основании этой покупки ты пока гражданство получить не можешь, такие варианты возможны. Смотрите, еще раз отвечу на вопрос. Я просто немножко перефразировал, наверное, то, что вы сказали. Я подхожу, вот есть объект, он строится, вы обращаетесь к застройщику, и выясняется, можно ли получить гражданство или нет, и бывают случаи, когда нельзя пока еще. Конечно, если у застройщика на этот объект еще не получен ТАПУ, даже если там 9 этажей построено, то под такой объект гражданство получить нельзя. Его можно получить только тогда, когда получено ТАПУ. Соответственно, на основании вот этих документов адвокат и может подать заявку без свидетельства о собственности, без ТАПУ, он не может заявку подать. То есть есть определенные правила, и их нужно четко запретать при подаче на гражданство. Поэтому нужно работать именно с агентством недвижимости, с крупными, которые входящие в тройку, например, в тройку лидеров, как, например, наша, для того, чтобы была грамотная юридическая поддержка, сильные юристы и надежные застройщики, и, что самое главное, ликвидные объекты. Потому что цель не просто получить гражданство, а каким способом, просто заплатив 400 тысяч, а на ликвидный объект, который можно потом будет сдавать, продать, жить сами. Вопрос важный. Мы уже не раз говорили о кадастровой стоимости, и вот как эта кадастровая стоимость сейчас устанавливается. И опять же, существует такой, не знаю, стереотип или факт, что кадастровая стоимость и реальная стоимость, условно, в Стамбуле, это примерно одно и то же, а там, скажем, на курортах это далеко не одно и то же. Вот как устанавливается кадастровая стоимость, когда, в какой момент? Не, ну, кадастровая стоимость, как и везде, да, устанавливается определенными государственными органами, Я не могу вам назвать то, как она там рассчитывается и как она устанавливается поэтапно. Это внутренние совершенно вопросы. Я немножко не про это спрашивал, я говорю именно, когда? Я могу прокомментировать этот вопрос, что касается кадастровой оценки. Кадастровой оценкой является экспертной оценкой и действительно ее выполняют государственные органы, то есть кадастровые инженеры, то есть это не частные компании. И что касается любой экспертной оценки, делают сравнение с другим объектом. Это первое. Потом на основании локации, на основании района, на основании наличия или отсутствия транспортной развязки. Все это влияет на кадастровую оценку, кадастровую стоимость. Чем больше факторов в положительной динамике, тем выше кадастровая оценка. И поэтому, например, недвижимость в Стамбуле, подходящая под гражданство, рыночная и кадастровая оценка практически совпадают, потому что в Стамбул каждый район это центр в центр. Здесь метро, метробус, торговые центры, больницы, школы, университеты. Полнейшая богатейшая инфраструктура. И это все отражается на кадастровой оценке. Если объект в поле находится, ну, между парников, это другая кадастровая оценка. Такой вопрос. Есть объект в стопу, вот тут мы говорили стопу, или еще без стопу, на стадии строительства. И есть объект, имеющий какую-то кадастровую оценку, и объект, не имеющий кадастровую оценку. Нет, Филипп, извините, пожалуйста, можно я перебью, да? Любой объект имеет кадастровую оценку. Да, он получает разрешение, да, на строительство. Все, вот это я хотел узнать. То есть, на начало строительства любой объект имеет свою кадастровую оценку, в целом, да, вот как объекта, да, и... То есть, невозможна ситуация, что у объекта есть тапу, а кадастровой оценки нет. Нет, ну, такого не бывает. Так, и тогда такой вопрос. Соответственно, вот вы, когда, ну, работаете с застройщиком, вы, соответственно, предлагая объект под гражданство, проверяете, и тапу, и, соответственно, кадастровую оценку, ну, чтобы было понятно, что кадастр 400+, можно на гражданство. Да, конечно, естественно, это является основополагающими документами, вообще, которые мы изначально запрашиваем у застройщиков, да. Окей. Важный, уточняющий вопрос про то, кто кроме основного заявителя может получить, ну, паспорт по программе. Галина, ответишь? Да, чем удобно, что семья с детьми до 18 лет может податься на гражданство, и муж с женой должны быть в официальном браке. Вот, если дети есть от первого брака, например, да, то необходимо согласие первого супруга, ну, там, например, матери, да, на то, что она не возражает, чтобы ребенку выдали гражданство, да, хотя он уже, хотя его, например, отец уже находится в браке другой женщины. Ух, какая. Ну, для этого мы эксперты и собрались здесь. Да, да, да. Работаем для наших клиентов. Окей, хорошо. Значит, сейчас еще уточним, вот еще вопрос, то есть, еще можете прокомментировать про экспертизу для установления кадастровой стоимости? То есть, это государственный чиновник или эксперт, не госслужащий? Если у вас есть такая информация, вот последний вопрос, Виталия. Изначально кадастровая оценка совершается госслужащими, вот, потому что кадастры – это государственная, да, кадастры – это везде, во всем мире, это государственный реестр недвижимости. А что касается потом уже независимой оценки для подачи документов на гражданство, это уже немножко другое. Да, у нас есть объект, заявленный кадастровой стоимостью, да, из договора купли-продажи, а потом нанимается лицензированный эксперт для того, чтобы дать не кадастровую, не оценку кадастровой стоимости недвижимости, а как раз дать рыночную оценку недвижимости, что рыночная стоимость соответствует заявленной кадастровой. Окей. Следующий, я буквально несколько слов, мы по нему по большому счету, Галина, вы уже так примерно рассказали, да, то есть сроки. Пожалуй, здесь, наверное, дополнительный вопрос, если по срокам у кого-то какие-то вопросы есть, вы задайте их, потому что у меня, по-моему, уже практически ничего не осталось. Вот ключевой здесь момент, рассмотрение заявки два месяца, это там средний срок, он сейчас увеличился, уменьшился, сказали, что увеличился, или два месяца оптимально, или это сложнее с этим? Что касается сроков, от двух до четырех месяцев идет проверка, действительно, соответствуют ли заявленные документы действительности. Можно ли сказать, что в каком-то регионе это дольше, в каком-то медленнее, или... Ну, а в целом, в целом, это всегда будет шесть месяцев, да, ну, заинтересно, да, ну, чаще всего, я имею в виду с момента подачи до увеличения паспорта, да, и есть регионы, например, тот же самый Стамбул, да, там 38 районов, да, и в каждом районе есть свой сервис одного окна, да, где, может быть, быстрее пройдет. А что касается небольших городов, возможно, будет дольше происходить рассмотрение в связи с тем, что, например, меньше сотрудников занято вот этим делом, поэтому... Но сильной разницы не будет. Понятно. Хорошо. Давайте чуть дальше перейдем. Вопрос, пожалуйста, вот. Это, значит, наша замечательная карта Стамбула. Насколько я знаю, вы, ну, поскольку мы с вами, условно говоря, не первый год общаемся, я знаю, что вы в Турции именно начинали более активно заниматься именно недвижимостью Стамбула. Несколько слов, пожалуйста, о нем. Тут как раз и по районам, уже переходя к конкретным объектам. Виталий, на ваш вопрос обязательно ответим. Несколько слов, пожалуйста, об этой карте и вообще о ценах. Как раз, кстати, были вопросы, сколько, что, почем сейчас там будет. Оля, я начну или вы хотите? Нет, нет, Галь, пожалуйста. Хорошо, что у нас карта Стамбула действительно выведена на экран, потому что очень удобное расположение Стамбула, то есть левая часть – это европейская, правая часть – азиатская. То есть фактически Стамбул – это город, находящийся на двух континентах. И что еще хорошо, что Стамбул имеет выход к черному и мраморному морям. Единственный минус, что россиянам не продают на берегу Черного моря по определенным там стратегическим соображениям. Это давно так было. Ну, не только россиянам, кстати, по-моему, очень много кому не продают. Ну, иностранцам вообще там не продают. Да, практически, да. И если клиенты хотят действительно на мраморном море, либо с видом на воду, тогда мы можем рассмотреть варианты на берегу мраморного моря. И то, что соединяет как раз два части европейско-азиатскую – это Босфор. Обратите внимание, все, что выделено бордовым темно-красным цветом – это самые дорогие районы, самая дорогая недвижимость здесь находится, потому что все-таки здесь историческая часть. И цена идет приблизительно от 600 тысяч долларов до 42 миллионов долларов. 42 миллиона – это будут особняки, которые несут историческую ценность. Вот это что касается… Это вот в дорогих районах. Да, это все, что выделено, например, темно-красным, бордовым. Поэтому, когда клиенты говорят, что мы хотим центр, вот тут важно объяснить, что в Стамбуле вот эти 38 районов, ну, на карте меньше указано, 38 районов. И каждый район – это сам по себе центр в центре, потому что все-таки численность населения 300-400 человек каждого района. То есть это как, например, по размеру Коколания. Вот, соответственно, в каждом районе богатейшая инфраструктура. Просто мы определяемся с бюджетом, да, определяемся, хочет ли человек с видом на море, хочет ли пляж, например, летом ездить, да. Или те люди, которые работают, например, они хотят ближе к центру. Вот, поэтому нам нужно будет определить потребность клиента, да, если она не сформулирована, не сформулирована пока, вот, и подобрать идеальный вариант, который подходит и под бюджет, и под требования, и под дальнейшее использование. То есть для себя, там, для переезда, для релокации, для сдачи в аренду или для инвестиций, для перепродажи. Кстати, для перепродажи Турция была одним, наверное, всегда была одной из стран, которая пользовалась популярностью не только среди россиян в плане инвестиций, но и у арабов, китайцев, и уранцев. Столько, столько вливают денежных средств в недвижимость, обалденно зарабатывают, там, по 30-40% в долларах, поэтому инвесторы, если вы сейчас слушаете наш вебинар, то есть именно Стамбул в плане заработка на недвижимости вообще идеальный. Так, параметры последних нескольких лет, ну, как мы говорили, вряд ли можно, там, уверенно, там, 100% количество и дальше будет плюс 30-40, таких цифр просто, наверное, в мире не бывает. Но есть примеры, когда люди, там, за относительно короткий срок стоимость недвижимости прибавляла, ну, как вы в Алании говорили уже в этом году, год, в два раза цены выросли, да, в долларах, евро. Ну, цифры в 30-40%, да, они, может быть, даже и не сами. Я тут не соглашусь, я не говорю о последних годах, последний год действительно рост цен составил там 50-100% каких-то, я говорю, вот, 30-40% это объекты, которые мы с клиентами берем на стадии стройки, и объект строится 3 года, каждый год это 10-15%. Я прокомментирую, то есть, так как я на этом рынке, на рынке недвижимости работаю достаточно давно, я начинала именно вообще продавать, Турцию продавать из Турции, вот, соответственно, Стамбул, Анталия, Алания, поэтому у меня информация с полей просто. Понятно, понятно, что история с строительством и прибавкой цене по ходу строительства, это немножко другая статистика, и она вполне может быть, безусловно, никаких оснований не доверять вам нет. Я просто уточню еще раз, не только гражданам России не продают на Черном море, просто в Турции есть определенные ограничения, они продают украинцам, болгарам, вот, в первую очередь, по-моему, ограничения были даже для граждан тех стран, которые в Черном море выходят. Да, да. Вопрос, чтобы было уточнение, сейчас я открою его, просто процитирую, сколько стоит вот эта экспертиза, должен ли ее проводить покупатель, и связана ли стоимость экспертиза, стоимость со стоимостью объекта, так, и прогноз экспертной оценки при покупке недвижимости возможен? То есть, вот, я понимаю, опасение такое, вы купили объект, у него вот такой-то топу, вот такая-то стоимость, а эксперт вдруг говорит, не, ребят, на самом деле все сильно дешевле, и под гражданство вы его использовать не можете. Вот. 98 тысяч. Ну, такие случаи редко, но бывает, поэтому всегда рекомендуем брать с небольшим превышением, да, вот, стоимость квартиры, хотя бы 420-450 тысяч, чтобы был вот этот лаг на техническую именно, да, какую-то дельту при экспертизе. Экспертизе. Экспертизу оплачивает покупатель. Галь, ты скажешь, подскажешь, пожалуйста, сколько стоит вот экспертиза, зависит, да, от стоимости самого объекта? Зависит экспертная оценка, ну, вообще стоимость ее от того, человек подается на гражданство, ему для этого нужен документ, или ему нужно для оплаты налогов. Вот, это первый вопрос. А второе, соответственно, зависит от региона тоже, поэтому не могу вам сейчас сказать, потому что в Алании это вот одна цена, в Стамбуле другая, там, в Одруме третья, в Измерии четвертая. Но плюс-минус там небольшая сумма, то есть она несущественная. Ну, это там сотни евро, там, примерно, или тысячи, десятки тысяч. Так, мне надо будет пересчитать на лиры на евро. Скажите, в мирах, а пока, ну, хотя бы в порядок сможете, ну, походу. Давайте пока, да, друг, пока я считаю. Давай, вы пока пересчитайте, если будет, хорошо. Отдельный вопрос Елова. Ну, мы сейчас будем вообще говорить о тех регионах, где вы предлагаете ближайность. Отдельно по Елове что-нибудь скажете? Да, скажем. Пожалуйста. Что касается Елова, почему она вообще примечательна, да, потому что Елову любят турки, в первую очередь, потому что это все-таки термальные источники. Это как, ну, спа-курорт там с многолетней историей. Да, это небольшой такой городок, очень приятный. И чем хорошо, что не только летом там возможно жить, да, но и зимой там не скучно, и не скучно, красиво и так далее. Потому что многие, например, Стамбуль, жители Стамбула, да, ездят в Елову, например, на выходные, как, ну, как мы ездим за город, я не знаю, там, на водохранилище Клязьмиска, например. Ну, что-то такое, вот. Ну, то есть какой-то хороший термальный курорт. И так как он находится где-то минут 40, наверное, от Стамбула ехать, ну, в зависимости, откуда ехать, да, то цены там, ну, достаточно приемлемые. То есть там, наверное, вот 150 тысяч долларов будут стоить, наверное, ну, метров 150. Ну, то есть тысячу рублей за квадрат вполне? Ну, приблизительно, да. Там есть, конечно, меньше, квартир больше, да. Ну, кто хочет быть рядом с цивилизацией и, я имею в виду, с крупным городом, да, но хочет в тихом, спокойном месте находиться, и пляж, там, термальные источники, и все, и для здоровья, это прекрасно. Вот, то это идеальный вариант. Многие берут родителям, например, своим, ну, кто сами в Стамбуле покупает, а родителям в Елове. Как загородная жизнь такая очень. Окей. Ну, давайте тогда поговорим немножечко сейчас по тем проектам, которые у вас есть. И вот если удастся, вы как-то сможете за это время уточнить вопрос по стоимости экспертизы, хотя бы порядок, потому что, ну, разница большая. Да, я вижу, да, что пишут от трех тысяч лир до тридцати пяти тысяч лир. Действительно, если мы, например, про Аланию говорим, то может быть от трех до шести тысяч лир. И я повторюсь, стоимость зависит от того, планируется для получения гражданства или нет, или это для собственных интересов, кадастровая стоимость для того, чтобы знать, от чего платить налог на собственность. Вот здесь различается, поэтому надо видеть конкретный объект, потому что от трех до тридцати пяти тысяч, это значит, и стоимость объекта различалась от ста тысяч до шестиста тысяч. Вот в чем вопрос. Окей, давайте тогда сейчас перейдем к проектам. Итак, тут вам уже, что называется, флаг в руки. Рассказывайте, что это, как это, почему и в каких случаях они, кого они могут заинтересовать. Начнем с того объекта, который находится как раз на берегу Мраморного моря, это азиатская часть. И вы видите здесь острова, это не фотошоп, это реальные принцевые острова. Там находятся виллы, дача, то есть это супер престижное место. И чем хорош именно вот этот район, что один из немногих, который позволяет наслаждаться видом на море за приемлемые суммы. И, соответственно, действительно в этом районе, азиатской части, он тихий, спокойный, с отличной инфраструктурой. И хорошо берут и для собственного проживания, и берут для сдачи в аренду. Потому что здесь очень удобная транспортная доступность, в этом районе метро как раз находится в пешей доступности. И достаточно быстро можно доехать, если, например, люди работают в азиатской части. Вот как я, например, работала в азиатской части, и у нас очень многие снимали вот в этом районе именно. Потому что здесь хорошие цены на аренду. Я так понимаю, это цена, опять же, на стадии строительства. Да, это на стадии строительства. Соответственно, это, например, 100 тысяч, это может быть первые этажи, так как это старт. Да, и, например, не такой красивый вид на море, как хотелось бы, но здесь море в пешей доступности. Соответственно, чем выше этаж, и чем более красивый вид на море, например, и чем квартира больше, соответственно, будет цена выше. Поэтому мы видим здесь 47, от 47 метров до 120 метров. Тогда скажите, хорошо, вот этот объект, вот гражданство. Я, соответственно, должен купить несколько апартаментов. Вот он подходит сейчас? Сейчас, да, он подходит. То есть в этом объекте можно купить как для вида на жительство, потому что район открыт, вот это данные. Так и для получения гражданства. Ну, получение гражданства, мы уже говорили, по ограничению по районам нет. Соответственно, под гражданство, либо это будут две квартиры, там, по 220-250 тысяч, да, потому что нам нужно определенную часть заложить на катастрофу оценку, либо одна квартира, например, там, 400-450, ну, то есть большая, да, там, например, с двумя спальнями, верхние этажи, вид был на… на Стамбул, на Принцеве, острова, на Пляшку. Окей, давайте дальше. У нас проектов, в общем, сегодня много, но я думаю, что, опять же, контакты, если мы сейчас публикуем в чате, если по какому-то конкретному объекту нужно будет уточнение, я думаю, правильнее будет, чтобы просто напрямую вам их задать. Апарт-отель. Вот совсем интересная история. Это целый уже построенный, функционирующий? Да, ну, изначально мы подобрали объекты, ликвидные, где у нас были и продажи, и, соответственно, надежные застройщики, и по ним мы уже подавались на гражданство, по некоторым, например, уже получили даже гражданство. Чем хороша история с апарт-отелями, да, во-первых, под них можно получить гражданство, а второе, что многих очень интересует, это гарантированная аренда в валюте, то есть раз в три месяца или раз в год, в зависимости от договоренности, в долларах вам приходит сумма, соответственно, от сдачи в аренду, то есть у вас и гражданство, и есть, в зависимости от проекта, минимум это будет 15-20 тысяч долларов в год, ну, там, ваш доход. Можно уточнить, скажем, если не в абсолютных цифрах, а в процентах, вот, например, сколько это, какова гарантированная доходность именно в этом проекте? Гарантированная доходность идет от 5 до 6,5, иногда до 7%, это если вот сдача в аренду, и для сравнения, да, на стройке мы зарабатываем, там, не мы клиент, да, 10-15% в год, на сдачу в аренду готовую он зарабатывает 5-7% в год. А вот этот договор заключается на какой-то срок, ну, или он как бы бессрочный, сколько хочешь, столько продлевай, я имею в виду гарантированный, договор с гарантированной доходностью? Гарантированный чаще всего заключается, там, на 3-7 лет, в зависимости от проекта. У нас он не единственный, просто он популярен тем, что он находится в самом дорогом районе, вот этот объект, но при этом очень хорошие цены на него, потому что в этом районе, как я говорила, там, может, и 1,2 млн стоит, там, и так далее. Вот, а люди снимают таких апарт-отелек, потому что все остальное, безумных денег стоит аренда в центре Стамбула, ну, в принципе, как в центре Москвы, у любого крупного города в центре Нью-Йорка. Новый жилой комплекс, еще один пример. Здесь буквально, там, пару секунд, это для семейного отдыха, для семейной жизни, у кого, например, там, двое, там, трое-четверо детей, вот, отличный проект, находится в европейской части, рядом и British School, вот самые-самые престижные школы, вот, кто хочет детям дать еще и образование в частных школах, то идеально вот этот подходит по локации, ну, и по качеству строительства, конечно. Что касается вот этого проекта, здесь он действительно инвестиционный, у этого застройщика несколько проектов очень удачных, и они строят как раз-таки отели, апарт-отели, и владеют они не только вот в Стамбуле, у них по всему миру сеть, поэтому, что касается инвестиционной привлекательности в плане заработка на строительстве, вот этот один из лучших. Ну, конечно, менеджер там персонально все расскажет, но... Да, действительно, это элитный район европейской части Стамбула. Здесь, конечно, суперкруто, и в плане локации, потому что вид на лес белградский, то есть там обалденно красиво, обалденно круто, одна из самых лучших недвижимостей здесь, и, конечно, здесь такие суперобеспеченные россияне иранцы и так далее, все европеизированные. Идем дальше, это уже Стамбул, но уже окраины его, да? Да, это для тех, кто хочет пляж, хочет вид на море, здесь небольшое строительство, малоэтажное строительство, и очень много продаж идет именно в районе Белик-Дюзю, когда люди видят его на карте, они думают, нет, это очень далеко. Когда они сюда, туда приезжают, мы его хотим, потому что невероятно красивые виды, марина, там, пляжи, ну, то есть ощущение, что ты в Анталии, там, не знаю, в Алане находишься, вот такое. Так, ну, про европейскую часть я уже сказала, что классные будут расположения как раз для тех, кто работает именно или планирует там жить в европейской части. Здесь, что хорошо, здесь доступна рассрочка, то есть 50% первоначальных взносов и далее равными долями до окончания строительства, и причем рассрочка, повторюсь, беспроцентная. Вот, и так же на нее гражданство можно получить. Просто, чтобы дальше тоже к этому вопросу не возвращаться, я правильно понимаю, что все проекты, о которых вы сейчас говорите, эти проекты уже имеющие все необходимые документы, чтобы при желании, при покупке там можно было претендовать на гражданство? Да, изначально мы подготовились к презентации, так как тема наша посвящена гражданству, мы подготовили те, которые, конечно, имеют всю необходимую документацию, и по ним уже поддавались на гражданство, получили гражданство. Галина, а вот проекты в европейской части, в азиатской, можно ли сказать, что какая-то часть более престижная, вот именно часть европейская или азиатская, или тоже там дьявол в деталях, и там есть такие удачные моменты, локации, и там? Действительно, в зависимости от предпочтений, я не могу сказать, что какая-то часть дешевле, или какая-то часть дороже. Единственное, что в европейской части больше исторических достопримечательностей, соответственно, если мы прям самый-самый центр смотрим, будет очень много туристов. Сами турки, да, они, конечно, вообще любят азиатскую часть, потому что нет туристов, и покупают в азиатской части и турки, и иранцы, и россияне. То есть я про районы могу очень долго рассказывать, про недвижимость, вы меня останавливаете. Ну, это, в общем, это, я думаю... Останавливайте меня. Можно я скажу, вот, Филип, можно одну секунду на предыдущий комплекс? Это мой любимый объект Стамбула, да, я влезу только. А с одним он находится на азиатской части, и вот мы видим вот эти два высокоэтажных здания, да, а вокруг вот это огромные комплексы вилл, частных вилл. Вы понимаете, что когда вы... Вы вообще когда-то попадаете, это вообще непонятно, что это Турция, да, это Лазурный берег Франции, или вообще где вы, потому что там рядом огромный лес, потрясающей красоты и ухоженности виллы, там нет ничего какого-то заброшенного. Каких-то там, может быть, характерных для других районов Стамбула, да, там, эклектичных каких-то построек, все выдержано в едином стиле, потрясающая инфраструктура. И вы когда вот в этих высотках, да, покупаете квартиру, вы понимаете, что перед вами никогда ничего не построят, потому что вот эти все виллы, да, они так останутся виллами, и стоимость вилл там начинается от 5 миллионов долларов. Вот, поэтому совершенно определенная публика проживает, и вообще один из самых потрясающих проектов, которые в Стамбуле есть. Окей, идем дальше, покидаем Стамбул, переключаемся в Измир. Да, Измир тоже любят, и сами турки, европейцы любят, и скоро россияне также из СНГ полют. Почему выбирают Измир? Потому что он, так же, как в Стамбуле, катастрофная оценка совпадает практически с рыночной, да, что немаловажно. Во-вторых, Стамбул, извините, Измир находится на Айгейском море, то есть вот тот проект, который сейчас представлен, он находится на берегу, один из самых любимых нами, нашими клиентами, объектов. И почему Измир? Потому что в Измире очень много университетов, и можно также, кто планирует релокацию, там как раз и находится прекрасная транспортная доступность, и обалденные качества строительства вот этого комплекса, то есть это практически, как, может быть, Греция, как Италия, как Бодрум, но при этом, при этом, вот этот комплекс дает очень хорошую цену. Вот при... Все. За две квартиры... А, все понятно, 300... Еще тут, к сожалению, мелкий шлифт, не все могут увидеть. 300 тысяч – это цена двух квартир уже. То есть как бы одноклассник. Здесь разные квартиры разной площади, и стартовали действительно по такой цене, что это как бы дом, да, как вилла со своей территорией, вот, и состоящий из двух квартир. То есть брали, например, на две семьи, берут также для перепродажи, потому что стройка, они в июне заканчивают как раз стройку. Вот, и это как Бодрум, на самом деле, визуально просто. Там менеджер, там я или кто-то еще, наш из менеджера отправит именно фотографии, как это все выглядит. Это без цены, но это тоже из МИР. Да, это продолжение, да. Да, продолжение. Да, и мы перешли как раз к Бодруму, да. Чем хорош Бодрум, конечно, это суперэлитная локация, и любят не только россияне и турки, естественно, и все актеры, политики и прочее, но и европейцы. Это такая история. Да, европейцы, и в связи с ростом вообще цен на энергоносители в Европе, очень многие, кто и свои яхты перегоняют именно в Бодрум, то есть там вообще очереди на парковку в Марине, потому что вообще в саму Марину, она одна из самых больших, самых красивых, там около 100 миллионов долларов было вложено именно в строительство, мишленские рестораны в этой Марине, там рестораны, там Новиковские и так далее. То есть для тех, кто любит привилегированный образ жизни, как раз вот Бодрум и вот эти проекты идеально подходят. И сейчас хороший ценник, потому что в Бодруме где-то до 7, наверное, до 10 миллионов долларов вообще недвижимость, а можно зайти на как раз-таки в строительство, при том, что оно уже заканчивается, да, и потом либо перепродать, либо самим жить, потому что для Бодрума идеальная цель. А это уже Анталия у нас, раз район Лара, да, Анталия. Анталия, да, Анталия, Аланьи, это у нас Средиземное море. И чем хорош вот этот район в Анталии, да, он супер перспективный, находится он недалеко от аэропорта и вообще приемлемый ценник. В Анталии, конечно, и прости от меня те, кто любит Анталию, очень сильно завышен ценник в связи с тем, что строить негде, это реальная проблема, поэтому уже находят новые такие перспективные регионы, не регионы, а районы. Соответственно, вот один из проектов находится как раз в Алтенташи. Алтенташи у нас огромное портфолио, и для тех, кто хочет переехать по разумным ценам, для тех, кто хочет инвестировать, это вообще идеально, то есть там 150 вложил и потом там еще 30 тысяч долларов заработал. То есть в плане строек этот район в Анталии просто супер, в плане инвестиций идеально. Окей. Тут же Аланьи, Аланьи имеется в виду город, Аланьи или регион? Да, Аланьи, то есть Аланьи относится к Анталии, там где-то 150-200 километров, и Аланьи, чем хороша, что это супербезопасный город, считается вообще раем на земле. И в Аланьи нет никакого там производства, никаких очистных сооружений и так далее, близко аэропорт, и при этом несколько километров пляжей, и плюс, конечно, так как все растет, все растет, там свежайшие продукты, фрукты, апель... Галина, а вот экологический чистый район, это какая часть именно, это в какой части Аланьи он находится? Я вот, извините, там связь пропала, начало не услышала. В какой части Аланьи, экологический чистый район, этот проект, это центр города, это вот именно конкретно этот, может, или... Это находится в районе Кыргаджак, Кыргаджак всегда был экологически чистый, всегда был таким элитным районом, потому что там, например, нет отелей, практически нет в таком количестве, как в центре, и чем хорош Кыргаджак все-таки, и вот этот данный комплекс, везде открывается вид на море, на Средиземное и как раз на Аланийскую крепость, что является престижным видом. Вот, и вот этот проект, один из самых красивых, похож, может быть, на... как Верона, такой итальянский дизайн, вот этого застройщика. Окей, ну и заключительный проект, как я понимаю, кстати, тоже гарантированная доходность, отельный комплекс, в плане заработка вот этот проект, в плане гарантированной доходности, вообще идеален для тех, кто уже готов инвестировать в готовый объект и получать с этого не только гарантированную доходность, то есть 7%, то есть в районе там 17 тысяч долларов в год, но при этом еще вот этот отельный комплекс позволяет бесплатно 2 недели в год отдыхать в этой отельной сети. Это регион Фития, который очень популярен среди британцев, да, то есть он не так развит, не так знаком, наверное, как россиянам, как Алани Анталия, вот это все-таки больше для британцев, поэтому кто любит такой европейзированный образ жизни, да, вот этот идеально подходит, и плюс 17 тысяч идеально вообще, и тем более она гарантирована, у вас будет контракт, и вид на жительство тоже, кстати, вот на этот объект нужно. Ну, я думаю, что конкретно по каждому объекту, понятно, тут тоже можно говорить и презентовать каждый в отдельности, я думаю, что, ну, просто тех, кому какой-то пример заинтересовал или просто заинтересовало возможность купить недвижимость в Турции, безусловно, к вам обратятся, вопрос такой, сейчас тоже подпил от наших зрителей, по поводу переводов в рублях работают, есть ли сейчас они, то есть насколько сейчас можно купить за рубли, действительно, ну, информация есть, но насколько вы с этим сталкивались, и есть ли какие-то застройщики, которые у вас готовы так действовать? Вообще валютные переводы идут из России, то есть есть ряд банков несанкционных, вот, а что касается рублей, это достаточно сложная будет схема, то есть надо понять, для чего застройщику рубли, если он живет в Турции. По какому курсу он будет переводить эти рубли в другую валюту, да, и во сколько эти рубли в итоге пойдут с клиентами. Правильно я понимаю, что вы просто с этим, ну, с такими схемами не работаете, но просто они есть, просто вы с ними, условно говоря, не сталкивались. Смотрите, в любом случае нужно конвертировать, нужно получать сертификат о конвертации валюты, вот в чем дело. И по какому курсу будут рубли конвертировать в лиры, либо рубли в доллары, потом доллары в лиры, зачем дополнительные траты, зачем дополнительная головная боль, это же там не 200 долларов будет конвертация, правильно? И вопрос вот по гарантированным, по объектам с гарантированной доходностью. Каковы ставки налога? Вот если ты, сколько ты должен платить в Турции, сможете сориентировать? Что касается объектов с гарантированной доходностью, уже управляющая компания платит за вас, то есть она берет на себя всю организацию вот этих моментов, в том числе и налог, плату налога, поэтому вы получаете чистыми, я говорила про 15, 17, 20 тысяч долларов в год, ну, в зависимости от стоимости объекта, конечно, это вы чистыми получаете. То есть это цифра, которая уже очищена от тех налогов? А, это очищена, да, то есть... Окей. Ну что ж, на самом деле, час с лишним, учитывая, что мы еще начали сегодня по техническому, по техническому нюансу чуть раньше, думаю, что интересно было многим, буквально, может быть, несколько слов тогда в завершении. Ольга, с чего начать, как действовать тем, кто заинтересован? Ну, в любом случае, как вы видели из нашего вебинара, да, не всегда простая ситуация с именно документарным подтверждением по покупке, да, и, конечно, мы рекомендуем обращаться именно к специалистам. Я понимаю, что это звучит очень стандартно и расхоже, но в данном случае это действительно Турция так. Лучше обратиться к специалистам, и при такой существенной сумме инвестиций, да, уже там оплата юристам какой-то суммы за грамотное рассмотрение документов уже, в принципе, не настолько существенно, чтобы на этом экономить. Мы всегда призываем, а, не экономить на юристах, вот, и обращаться к компаниям, которые имеют уже большую историю жизни на рынке, да, которые имеют договоры с большим количеством застройщиков, чтобы у вас был оптимальный выбор объектов, которые вы можете для себя рассмотреть. Ну, и главное тогда, я, наверное, тоже подытожу, может быть, вы тоже добавите. Программа гражданства по-прежнему работает, по-прежнему 400 тысяч. Из важного теперь нельзя покупать один объект по высокой цене под, там, два и большее количество заявителей, то есть один объект – это один паспорт для главного заявителя и для его семьи. Нюансы, насколько я понял, в оформлении, в тех случаях, если объект находится на стадии строительства и у него еще… и ты должен покупать топу с обременением, да, то есть, как бы, в этом случае могут быть проблемы, если ты покупаешь несколько объектов у разных застройщиков, но если покупаешь у одного, там, несколько юнитов в одном объекте, проблем, в общем, по большому счету нет. Ну, и вот я даже не знаю, пользовались ли вот этой лазейкой, что один и тот же объект не может под программу идти несколько раз. Я таких случаев… Ну, вы знаете, практически нет. На вторичке очень редко покупают под гражданство, очень много рисков, потому что объект должен принадлежать именно гражданам Турции на протяжении минимума трех лет непрерывно, одному и тому же, это очень такая непростая история. Окей, ну что ж, на этом мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Контакты компании Intermark Real Estate на экране. Галина Титова, менеджер Департамента международных проектов и Ольга Катриджи, директор Департамента международных проектов. Дамы, спасибо вам огромное за уделенное время, за интересный рассказ. Продолжение следует...